Представьте себе ситуацию. После тяжелого рабочего дня вы припарковали свой автомобиль на улице около вашего дома. И решили с друзьями что-то отметить, не покидая машины. В этот момент вам подходят сотрудники правоохранительных органов. Интересно, а что будет дальше? Доброе утро! Меня зовут Сева Кучинский, вы смотрите Тест Драйв. Есть два варианта развития этой достаточно распространенной ситуации. Итак, вариант первый. Вами интересовались сотрудники милиции. К сожалению, мы не смогли получить комментарии МВД и ГИБДД. Поэтому за разъяснением ситуации обратились в организацию, занимающуюся защитой прав автовладельцев. Сотрудники ППС у вас имеют право потребовать только ваш паспорт. Если вы данный документ не предоставляете, вас отвозят в отделение ОВД для установления вашей личности. Какие-либо иные документы данные сотрудники у вас требовать не имеют права. То есть их действия неправомерны. С милицией все понятно. Но есть и другой вариант развития событий. Вы вызвали интерес у сотрудников ГИБДД. Сотрудники ГИБДД имеют право у вас потребовать ваше водительское удостоверение только в том случае, если вы управляете автомобилем. Если вы находитесь в стоящем автомобиле, то сотрудник ГИБДД имеет право у вас потребовать только документы на автомобиль. В том случае, если вы в стоящем автомобиле употребляете спиртные напитки, то в этом случае сотрудник ГИБДД не имеет права направлять вас на медицинское освидетельствование либо освидетельствовать состояние опьянения на месте. То есть в этом случае действия сотрудников ГИБДД будут неправомерны, и изъятие водительского удостоверения будет также неправомерным. Надо сказать, такая ситуация знакома многим автолюбителям. И далеко не всегда события развиваются в соответствии с законом. Можно и в милицию попасть, и прав лишиться. Статья 20.20 Кодекса об административных правонарушениях предусматривает ответственность за распитие спиртных напитков в общественных местах, общественном транспорте и так далее. Поскольку автомобиль является вашей частной собственностью и не относится к такому понятию, как общественное место либо общественный транспорт, распитие спиртных напитков в автомобиле вашем собственном не является нарушением и не несет каких-либо санкций. Подведем итог. Сотрудники милиции на законных основаниях могут потребовать удостоверения личности и документы на машину, но только для того, чтобы убедиться, что вы сидите в своем авто. Это же касается и сотрудников ГИБДД. Однако будьте готовы к тому, что после встречи с блюстителями закона доказывать свою невиновность вам, возможно, придется в суде. Реалии российской жизни. Пить или не пить в припаркованном автомобиле дело ваше. По закону вы ничего не нарушаете. Однако согласитесь, что автомобиль все-таки не самое подходящее место для распития спиртных напитков. Увидимся на НТВ. Автоюрист Федеральная сеть Автоюрист Профессиональная защита прав автовладельцев Бесплатные консультации Автоюрист Автоюрист